Мы находимся сейчас в этом месте, где первичные расходники. Проект начали мы реализовывать позапрошлым году. В прошлом году мы 100% завершили, ввели в эксплуатацию. Стоимость проекта 573 миллиона рублей. Было накрыто всего 20 тысяч квадратных метров. Это примерно 3 футбольных поля, то, что на накрытии сделали. Рядом очистные сооружения Кирова, которые открыты. И все, которые дают технологический запах, все сооружения накрыты. Таким образом, стоимость проекта 573 миллиона рублей. 300 миллионов рублей – это бюджет Республики Тарстан, 200 миллионов – бюджет города Казани. 44 – это наши собственные средства, которые были в программе. И вот здесь вот на этой фотографии мы видим первичные отстойники до закрытия. Так было, да? Камеры и здания решеток тоже в таком состоянии раньше было. Сейчас все накрыто из нержавейшего материала. Сколько площадь и того накрыто? 20 тысяч квадратных метров. Порядка трех футбольных полей где-то, да? Отлично. Плюс камера смешения, тоже то, что было, не то, что стало. Дальнейшие планы здесь по очистным сооружениям – это реконструкция, дальше продолжать канал осветленной воды, реконструкцию сделать. Дополнительно мы будем ставить установки очистки воздуха дополнительные. Плюс сооружения по термической обработке улоса. То есть у нас проблемы с плывом полям есть, которые сейчас… Мы в этом году начали строительство, планируем в конце этого года. Сейчас подъедем на этот объект, то есть котлованка сейчас увидим. Масштаб здесь, там я детально расскажу. Ну, для тестового дня очень хорошая погода. Влажно, безветренно, то есть показывает даже в такую погоду, когда влажность воздуха высокая, ветра нет, жарко достаточно после дождя и нет запаха. Экологично-надзорные службы приезжали, два раза в отборку копы сделали. То есть мы не в зоне критика, то есть у нас ниже критика. Как вокруг, так и внутри. С 1974 года у нас эта головная боль с начала открытия очистных сооружений была. Не одно поколение выросло в соседних оттарах, в Петровском, в Мирном. Жители танкодрома Павлюхина жаловались. Ну и в целом, конечно, столица Татарстана это не украшала. Благодаря совместным решениям суммы здесь видны. Недавно мы с вами здесь собирались, и ситуация была совсем другая. Такие, извините за сленг, не литературные выражения, но такие серьезные две вонючки у нас были с двух сторон города. С этой стороны очистные сооружения, а с той стороны самосыровская свалка. Слава Богу, вы видите, насколько это серьезный вопрос по всей стране. Вот благодаря своевременно предпринятым усилиям и решениям, спасибо президенту республики, правительству, которые нас не просто услышали, а приняли участие в софинансировании. И что важно, это не легло на плечи удорожанием тарифа. То есть, это внутренняя программа, инвест-программа нашего водоканала, всего лишь на 44 миллиона. И вот 200 миллионов городской бюджет, 326 миллионов республиканский бюджет. С тем, чтобы не увеличивать тариф для населения, мы решили проблему, которая была, ну сколько, последних 45 лет в Казани. И сделали это с походом. Что еще радует? Но настали времена, когда мы можем решать такие стратегические вещи. Если мы раньше латали дыры, меняли насосы, от одной проблеме добегали до другой и решали в рамках капитального ремонта какие-то кричащие вопросы, то сегодня мы решаем уже вопросы, еще раз хочу сказать, стратегического плана. То, что мы смогли решить такой вопрос, я считаю это большим достижением. И будем двигаться дальше. Поедем, посмотрим сейчас, что будем делать с силовыми осадками. Мы находимся на будущем, на будущем, на будущем заоружении по термомеханической иловой осадкой. Работы начаты в январе этого года. Сейчас мы здесь установили систему водопонижения для начала строительства. И в ближайшие дни начнем строить уже непосредственно корпуса под оборудованием, которое у нас размещено по заводам России, которые собираются, делаются. Здесь мы видим корпус барабана сушки. Здесь мы видим выходной корпус, входные все корпуса, секции печи видим. Автоматика размещена тоже на заводах России. Подрядчик у нас гидромашстрой. Данный проект, цена вопроса, полтора миллиарда рублей. 700 миллионов это монтажная работа, 750 миллионов это оборудование. Самое главное, когда мы запустим этот завод, эти сооружения по термомеханической осушке, мы уйдем от проблемы и у полей. Это первое. Мы также, строительство этого сооружения никак не повлияет на тарифы для населения. То есть это дело за счет инвестпрограммы предприятия и за счет собственного денег. Оборудование, первая партия оборудования должна уже под монтаж приходить в июне, в июле. И самая последняя оборудование приходит в октябре месяце. Будут уже вести спусконалочные работы. Само сооружение имеет квадратную площадь полтора тысяч квадратных метров на два этажа. На первом этаже будут размещены оборудование по сушке плюс АБК. Второй корпус у нас будут находиться системы автоматики, управление и смешение и улаза. Коллеги, когда мы говорим, во-первых, где мы, это настоящий завод, мы одни из первых. Это можно назвать пилотный проект в таком объеме, чтобы иловые осадки миллионного города осушать, превращать их в гранулы, которые позволяют дальше их использовать в промышленности, в стройке, в розжиге, масса путей применения. Что важно? Когда мы ставим себе как город новую задачу раздельного сбора мусора, опять-таки постараемся это реализовать в те сроки, которые мы установим вместе с населением. Потому что ни президент, ни мэр, вопрос не денег, вопрос нашей сознательности, нашей культуры обращения с отходом и наше желание жить в экологически чистом городе. Вот когда мы говорим о раздельном сборе мусора, это одна из составных частей, потому что мы собираемся уменьшить полигоны для захоронения, как можно больше отходов направить на переработку. Здесь тоже самое, посмотрите цифры. 340 тонн поступает, выходит 100 тонн, те, которые мы не захораниваем, а дальше в процессе в той или иной городской стройиндустрии будет использовано. То есть это такая же составляющая большого нашего проекта по культуре обращения с отходами. В данном случае это отходы водоканала. У нас 110 гектар на берегу Волги 50 лет копятся высотой в 4-5 метров, создавая экологическую угрозу, но сегодня ее нет. Поэтому, когда мы говорим, это не просто осушение иловых остатков, это наша большая системная работа вместе с коллегами из правительства, под руководством нашего президента республики, с тем, чтобы Казань был экологически чистый город, и чтобы мы захоронения как от водоканала канализационные, так и твердобытовые отходы, мы свели в идеале к нулю.